Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами разберем Lorraine 50T. Уже данный танк доступен, да, за боевой пропуск, его можно взять, естественно, конечно, все касается дела жетонов. Ну, а вот так вот он выглядит. Красиво или нет? В принципе, да, красиво. Чем-то походит даже на французов 9-10 уровня, но здесь совершенно другой бронелист. Если там он сплошной, да, просто такая бронеплита действительно толстая, то здесь, ну, какой-то такой худенький и с щучьим носом. Само название Lorraine нам, наверное, говорит о том, что данный танк где-то будет чуть-чуть даже подвижно, да, потому что если так посмотреть и, в принципе, повспоминать танки с названием Lorraine, они как бы своей мобильностью отличались. Здесь как бы тоже такое есть, мы вроде бы тяж, вроде бы мобильный, но с другими подводными камнями. И сегодня нужно по порядку поговорить о данном танке, потому что он не такой простой на деле, как кажется. Во-первых, что касается брони, многие могут запоминать 9 уровень и думать, что вау, здесь, наверное, тоже классно МХ, но вы сами все видите, 140, 150. Это пробивает вообще все, даже семерки, в принципе, спокойно и проблем особых вы, ну, как бы, с пробитием этой машины не испытаете. Я попадал против седьмых уровней и, ну, что-то такое себе, как бы, все это пробивалось легко, а про ПТшек там восьмого уровня я вообще молчу. Девятки, десятки просто шьют туда-сюда. Нижний бронлист, ну, такая история, иногда может что-то отбить, и то это крайне редко, и на это, как бы, надеяться не стоит, да, если, ну, на первых парах игроки будут думать, ну, надо лучше в нижний бронлист скинуть, нежели чем верхний, да, забывая это. Здесь, как бы, тверже, и восьмерки, семерки как-то могут не пробить, а так, данный танк пробивается вообще просто в путь. Что касается бортов, они абсолютно картонные, и данный танк пробивается вообще легко под любыми просто углами, вы видите то, что, ну, правила трехкалибров и все такое, то есть, данный танк шьется вообще даже вот под таким, казалось бы, да, не самый такой крутой угол, но пробитие есть, поэтому это минус. Танкование ромбом вообще на этом танке противопоказано, он очень мягкий, очень мягкий корпус. Что касается башни, ну, здесь, как бы, дело, конечно, обстоит гораздо получше, есть, конечно, небольшие такие зоны по 260, где-то по 250, но в основном он танкует отменно башней, и это его изрядный плюс, но вот такие же вот, да, места, как у Льва, есть, где немножко что-то там прямое, да, не закругленное, то пробивается, тем более, если чуть вот так довернет, тоже будет пробиваться. Есть комбашенка, выцелить ее крайне сложно, у танка пушка на 10 градусов не сопускается, поэтому видеть вы это не будете, и, в принципе, да, для танкования именно только башни данный танк себя, ну, позиционирует и вообще, как бы, считается очень неплохим. Но как только вы светитесь, а вы видите габариты этой машины, у вас сразу же возникают большие проблемы. Поэтому броня у данного танка однозначно минус, то есть, вроде бы башня даже такая кайфовая, но вот корпус, он мега, мега картонный. Если у того же коня, да, еще можно и ромбом подтанковать, и по-разному, на кранвагене, на любом. Ну, так вот сразу вспомнить резко тяжелый танк, у которого только башня, как бы, защищена, а корпус вообще, вообще нет, даже ромбом нельзя танкануть, ну, я не вспомню такие, как бы. Поэтому это минус. Что касается остальных характеристик, то он здесь, как бы, в чем себя проявляет в мобильности. 60 вперед, 15 назад, уделка 16. Ну, вы не думаете то, что вы так будете летать, да, это уже история, как у веса 7-го, еще что-то. С горки вопросов нету, он действительно набирает быстро, все прет, едет отлично. Но вот по ровной дистанции, конечно, очень долго, разворачивается тоже данный танк туговат, поэтому, ну, 60, вы видите, будет только во сне. Наяву, конечно, такое будет крайне-крайне редко происходить. Что касается орудия, да, пушка здесь мне абсолютно не понравилась, она хороша действительно в точности, неплоха в стабилизации, вроде бы смотришь, что-то время сведения больше, в 3 секунды. Ну, а, как бы, я играл на классике, вентиль, досыл и стабилизатор, иногда убирал даже вентиль и ставил сюда закалку, потому что 1750 хп, это вообще ни в какие ворота не влазит. У нас на некоторых восьмерках можно больше хп сделать, и, как бы, мы на девятом уровне, камон, да. Поэтому, ну, как бы, такое себе. Я понимаю то, что у нас хиленький корпус, поэтому и брони особо, хп, точнее, особо нет, но все равно, то есть закалку сюда, как бы, имеет смысл возить. И к чему я? К тому, что пушка, по сути, похожая чем-то на льва. В каком плане? Хороша бронепробитие, средний урон для девятого уровня небольшой, так же, как и на восьмерках, да. Точность у данного танка хорошая, ДПМ отсутствует, потрясающая стабилизация, что у льва, что у лорейна. Долгое время сведения. Пушка на 10 градусов не сопускается. То, что сводка, 2.63 у меня, с вентилем, досулом, боевым братством, доп. пайком, вы, в принципе, это ощущать не будете. Данный танк на средних и на ближних дистанциях практически не требует никакой сводки, ты сразу стреляешь. На дальних дистанциях, да, нужно досводиться, но так как у нас круг 0.29, при этом хорошая стабилизация, вы эту проблему ощущать не будете. То есть, в принципе, комфортность введения огня, все, что связано там, ну, даже где-то и с пробитием, да, 308 на голдовых, не самый, наверное, большой урон для подкалиберов, а влага хоть летят, и хорошо, но сойдет. 264 у нас бронебойный пробивает, с этим можно хорошо играть. Фугасы, что ни на есть, самые обычные, но при этом ДПМа какого-то вменяемого нету. Если вы будете играть на обычном вентиле, на обычном досылателе, на обычном доп. пайке, ну, на обычном, да, просто его сюда включить, у вас ГД будет 11 секунд при Альфе в 400. Откуда такие большие показатели, я не знаю. То есть, ну, почему так долго ДПМ 2176? Это, ну, мега, не знаю, убого. Играя на обычном французе, прокачиваемом, с таким же набором оборудования, вы получаете ДПМ в 550 единиц больше. То есть, у вас КД будет 8 и 82, да, пушка вниз на 8 градусов, опускается не на 10. Но при этом и сводка, и как бы, все. То есть, та же самая, по сути, пушка, да, от МХ, там, по пробитию, по всему остальному. Но, вот, что касается ДПМа, здесь настолько сильно его отрезали, и я даже не понимаю, с чем-то, оставя тот же самый ДПМ на этом танке, ну, пускай даже, там, на 100 единиц меньше, да, там, КД, пускай, в 9 секунд будет. Но игралось бы гораздо приятнее. А так, ну, что-то такое себе. Поэтому пушка точно не в плюс. Бароня, как мы поняли, тоже не в плюс. И количество ХП, как бы, здесь тоже маленькое, да, у обычного, того же француза на 150 ХП больше 1900, здесь 1750, это очень мало. И, как бы, вопрос, а что нам делать? Маскировки нету, обзор 440, ну, ты его будешь усирать, там, с вентилем. Ну, как бы ты его сделаешь, да, это не то, чем данный танк славится. Тип мобильности, то только та, которая с горки, и ты думаешь, ну, а зачем мне, как бы, этот танк тогда и нужен? Поэтому, честно говоря, поиграв на нем, сказать то, что он похож на АМХ, АМ-451 вообще нет, вообще нет. АМХ он танкует, да, у него там с маской приколюхи, да, кумбашинки видны, пушка на 8 градусов не сопускается, но при этом нижний бронелист там по 300 миллиметров, верхний там 250-260, данный танк отлично танкует, чувствует себя в рандоме хорошо, там борта по 60 миллиметров, то есть это хотя бы, ну, какой-то, не знаю, начальный базис, который нам позволяет хоть как-то танковать ромбом, да, я не говорю уже про десятку, точно не похоже совсем. То есть это симбиоз какой-то, я не знаю, вот что-то мне напомнило альт-прот, но это вообще очень как-то тяжело, если альт-прот, ну, позиционируется как средний танк, да, играется как средний танк, и при всем при этом, да, у него там броня в башне есть, там пробитие, тоже ДПМ как бы не особо вменяемый у Вены, при этом полный картоннейший корпус, да, маленькое количество ХП, но при этом данный танк хоть едет, он едет 65 вперед, он действительно едет со своей максималкой, там, и маскировка, как у среднего танка, то есть, ну, хотя бы что-то, а здесь он как тяж, и как тяж он теряет, естественно, обзор, да, не всегда у тяжей большой, и теряет маскировку, теряет мобильность, поэтому, честно говоря, по сути, этот танк можно было делать, вот, ну, не знаю, средним танком, наверное, девятого уровня, да, действительно оставить ему даже плюс-минус тоже орудие, дать просто побольше чуть мобильности, ну, и уменьшить габаритах, и данный танк, я уверен, чувствовал бы себя, ну, очень хорошо, он бы позиционировался, действительно, ну, как такой неплохой средний танк, у которого такая вот бронированная башня, а по факту ты тяж, и играть становится совсем, как бы, тяжело, поэтому, ну, честно говоря, отдавать за него кое-большое количество жетонов, а именно 18, не имеет смысла, если у вас нету фазы, то обязательно берите фазу, он стоит копейки, в два раза меньше он стоит по стоимости в жетонах, так при этом у танка феноменальная, по сути, ну, я бы не сказал, что броня в башне, да, может, она даже послабее будет, чем того, но при этом пушка гораздо комфортнее в плане бронепробития, там, и ДПМа, и всего остального, вот, при этом данный танк может хоть как-то еще ромбом танковать, поэтому, ну, фаза, как бы, гораздо перспективнее смотрится, гораздо, еще вы сохраните, как бы, жетонов, за эти жетоны можете еще, ну, я не знаю, там, условно говоря, шарфтура там взять, или, ну, может, не знаю, там, объекта 777, то есть, Кобра, ну, хотя бы что-то, да, там, пушка довольно странная, точность и все остальное, но данный танк хотя бы какую-то из себя изюминку там, да, представляет, ну, это, не знаю, мне очень сложно, конечно, есть ребята, которые возьмут данный танк, которым этот понравится, и они такие, ну, да, классная действительно машина, ты на нем не умеешь, возможно, не понимаешь, как играть, может быть, действительно так, но, честно говоря, есть фаза, которая гораздо, как бы, ДПМнее будет, да, у которого пробитие на кумулях в 340 позволяет решать вообще многие проблемы, больше запас прочности, при этом танкует, в мобильности, да, возможно, не так шустро едет, но более уверенно себя чувствует как-то в таких столкновениях, да, а данный танк, допустим, если вы играете от УВНов одной, если вас продавили, и вы просто засветились, все, вы улетаете в ангар молниеносно, вот, и это больше всего печалит, поэтому, ну, честно говоря, данный танк бы я не советовал брать, возможно, каким-нибудь там коллекционерам или другим каким-нибудь ребятам, которые хотят скупить абсолютно вообще все, взять, может быть, три отметки на всех абсолютно машинах в игре, тогда да, ну, а так, вот, большой какой-то радости и кайфа от того, что поиграл на этом танке, потестировал, вообще нет, то есть, не знаю, может быть, он мне реально не зашел, я здесь, на правду, не претендую, но в любом случае, то есть, характеристики, как бы, сами за себя говорят, и попробуйте поиграть, да, попробуйте сами поиграть, но я бы вам его не советовал. Все, ребят, всем большое спасибо, обязательно подписываемся на мой канал, приходим на стримы, пишем свои комментарии, обязательно подпишись. До новых встреч, пока-пока.